Катерина Хронстер, кулинарный энтузиаст, управляющий директор отеля Катерина Ру, создательница сервиса кулинарного Катерина Ру, продукты и рецепты. Катерину, как маму троих малышей, особенно волнуют семейные традиции, чему мы учим своих детей. Да, как уже сказали, мы будем говорить про семейные традиции, но я с вами на самом деле хочу больше поговорить про сахар. Дети и сахар. Меня как мама, меня как профессионал в ресторанной области интересует много и волнует много на самом деле, что касается питания. Но сахар меня волнует больше всего. Я хотела бы с вами поделиться сегодня моими мыслями, моим опытом, моими наблюдениями за последнее время. Так вот, у меня трое детей, им 3-4-5 лет, и со старшим сыном мы были на дни рождения пару недель назад. И вы знаете, я была поражена. Я была поражена, насколько мы в наше время считаем, что мы образованные люди, да, мы образованные родители, мы все знаем. Но я прихожу, и картина там выглядит вот примерно вот так. То есть там сплошные сладости. И дети, мы рассчитываем на то, что они вот сейчас это все поедят, и они будут потом спокойно играть, и естественно, потом еще и был и торт. Так вот, хорошо ли это, или плохо, или в чем проблема, может быть это нормально, я не знаю, мы сейчас посмотрим. Но я хотела бы сказать, что здесь есть тоже альтернатива. И я считаю, что мы, как родители, мы все-таки несем ответственность за привычки наших детей. И вот меня очень-очень сильно волнует тот момент, что основное поощрение для наших детей – это сахар. Это сахар, это сахар при любой ситуации. Также хочу вам рассказать про факт, который меня просто приводит в огромный шок. И я очень надеюсь, что это не придет к нам, но мы туда идем, да, то есть в Англии основная причина госпитализации детей до 10 лет – это испорченные, это гнилые зубы. То есть они госпитализируются для удаления зубов. Это основная причина. Так вот, где находится этот сахар? Это сок. Это сок, который мы сегодня, который нам сегодня продают и как раз рекламируют маркетинговый ход, да, что это же сок, это же не кококон. Только я вам хочу сказать, что ваш организм, организм наших детей, он не может отличить от тот же самый сахар. Итак, вот зубы, тот сахар, который попадает, неважно, если он натуральный или он от Кока-Кола, абсолютно то же самое. Еще задумайтесь, кто из вас, ребенок или племяннику, неважно, или вообще сами, съели бы три апельсина подряд? Не надо, лучше не надо. Так вот, здесь то же самое, но в апельсине-то есть мякоть, там есть клетчатка, и мы его жуем. Ну, соответственно, мы готовим организм, потому что мы что-то будем переваривать, в отличие от сока. Поэтому сока, я считаю, это одно из абсолютно основных злов, и я считаю, что его надо приравнивать к алкоголю. Я своим детям запрещаю пить сок до того, как ему будет 18 лет. Я сполню серьезно. Они пьют молоко, и они пьют вот, все. Это запрещено. Потому что, если мы не запретим, тогда кто? Про сахарную зависимость. Почему сахар меня настолько сильно пугает? И что происходит в нашем организме, когда попадает сахар? Наверняка вы же знаете примерно, что происходит. Ну, давайте мы просто напомним себе еще один раз. Я не доктор. И к подробностям, по гормонам и так далее, можно обращаться к специалистам. Но, тем не менее, на самом деле процесс, он очень-очень простой. Мы потребляем сахар, тот же самый сок. У нас уровень повышается в сахаре в крови очень-очень резко. Вы, наверное, видели, да? Тут вот этот вот холм такой. Что происходит потом? Потом есть. И что происходит, когда у нас сахар повышается в крови? Инсулин вырабатывается. А что делать инсулин? Он будет, слушайте, здесь так много сахара. Что с ним делать? Так вот, что он делает? Запасать жир. Совершенно верно. Поэтому про то, что мы знаем про ожирение, и мы все знаем катастрофа, которая произошла, которая происходит сейчас в Америке, и Россия совершенно на этой карте, я смотрела статистику за 2014 год, Россия в том же списке. Мы абсолютно на том же уровне. 30% у нас с БМА выше нормы, с обезди. И это как раз происходит из-за того, что это из-за сахара, это не из-за жира. От жира не от ожирения. Хорошо? Инсулин. И дофамин. Дофамин, который вырабатывается с таком счастье. И как раз вот эта проблема, на которой я на самом деле хочу с вами поговорить. То есть мы приучаем наших детей, что это хорошо, ты выпускаешь, это здорово. И мозг им говорит, еще, давай, еще, ты молодец. И, соответственно, инсулин у нас повышается, у нас все уходит в жир, и наше тело, наш организм требует еще, и мы поехали по кругу. И вот этот вот круг, он, к сожалению, он у нас в присутствии. Это к моему глубокому поражению. В абсолютно... Ну, то есть в тех ситуациях, где его не должно быть. Естественно, это дни рождения, ну, кажется, женой, это же один раз в год. Но только же это не один раз в год, потому что есть друзья, есть и родители, есть сестры-братья и так далее, и так далее. И то день рождения, эти праздники, они гораздо чаще. Они гораздо чаще. Хорошее поведение. Знаете, сын ко мне на днях пришел домой из садика и говорит, мама, а вот почему ты мне дома не вознаграждаешь за хорошее поведение? Я спрашиваю, а как, а что я должна сделать, или какое вознаграждение ты для себя видишь? Ну, вот, например, киндер-сюрприз. Представляете, здесь, естественно, начинается разборка. Кто ему в садике сказал, что ему ударят какие-то родители, какой киндер-сюрприз, где это происходит? Но, то есть за хорошее поведение мы должны какое-то давать поощрение, еще и сахар, то есть это абсолютно абсолютно спорт. Да? Шоколадная медаль. То есть это настолько вещи, которые совершенно несовместимы. Здоровое питание, здоровое украшение, спорт и сахар. Боль. Я так общую написала боль. Мы хотим пожалеть ребенка, да, мы хотим в какой-то ситуации его там поддержать. Ну, вот тебе конфетку уговаривать. Я это не стала здесь специально писать, но я думаю, что каждый родитель с этим сталкивается. Надо его уговорить, надо каким-то образом повлиять на его поведение. И что мы ему обещаем? Конфетку. Конфетку. Сахар, мороженое. Конфетка в любом виде, леденец. Так вот, ранее, естественно, сахар был редкостью, и поэтому наш мозг устроен таким образом. То есть если задуматься на секунду, почему это так? Так потому что мозг, он нам говорит, сахар, его нет в природе, и уже нет, и не было в таком объеме. Поэтому как только он у тебя есть, ты бери, да бери еще побольше. Так вот, не успел перестроиться наш организм, чтобы мы сами могли его ограничивать. Поэтому я считаю, о чем я бы хотела сегодня поговорить. Это наша основная задача, как родители, всяческими образом ограничить сахар в рационе наших детей, в привычках наших детей. Чтобы это не было привычкой, чтобы у тебя сделало что-то хорошее, и вот не конфетка, и вот не леденец. Можно поощрять другими способами. Сам результат работает, то есть убрал комнату, да, убрал, я не знаю, там, со стола, это уже поощрение. И другого вопроса не должно быть никакого. Не сахара, просто вот это же чисто, и можно этому радоваться. Натуральные продукты, их полно, даже сливки, сливки натуральный продукт, вперед со сливками, не бойтесь их вообще, они просто их не съедят литрами. А вот конфеты, я вас упоряю, килограмм можно их просто съесть, кто с вами согласен. Да, то есть это конфеты, не скрывайте, я знаю. Полезные игрушки, интересная активность, то есть зафон в парке, кино или там просто поход в парк, кататься на самокатах, что угодно. Деньги тоже условно написал. Это отдельная тема на самом деле, но дети должны с раннего возраста понимать, что их действия потом не будут поощряться киндерами, сюрпризами, то есть в работе, взрослой жизни, они будут оцениться деньгами. И я считаю, чем раньше мы познакомимся с этим понятием, тем лучше. Так вот, что я считаю, надо сделать? Есть три уровня. Семья, в первую очередь, безусловно. То есть можно говорить о школе и нужно, мы об этом будем говорить, и надо говорить на самом деле. В первую очередь о садике, не о школе. Но семья, то есть мы должны, повседневная рутина. Знаете, на днях, среднему сыну ему четыре года, и ему только что исполнилось. Мы, если ты не готовим, он больше всех проявляет интерес, помогает мне на кухне. Мы стоим и режем маленький помидор черри. Острый нож, он такой полный ответственности. Покажу, как пальчики держать, чтобы не порезать и так далее. Он порезал на 10-12 помидорчиков, говорит, мам, устал. Я устал, мне тяжело. Он говорит, сынок, вот тогда тебя понимаешь. И насколько я гордилась, он понимает, он просто ощутил своим телом, что это такое труд приготовления. Как раз вот о чем мы с вами говорим и знаем. Не только надо знать на вид поклажан, что вы показывали, а что происходит с этим поклажаном, с этим помидором, когда мы просто режем пополам. Это не так просто. Мы это делаем с вами, мы говорим, тина, кок-кока сделали. Но маленький ребенок должен понимать, что это не просто так. Так вот, семья, правильные привычки. Естественно, привлекать их к приготовлению питания. Их привлекать к выбору вообще рациона. Но я сейчас буду говорить о сахаре, поэтому остановлюсь здесь на сахаре. В повседневной жизни никаких соков, никаких сладких напитков. Как быть с десертами? Уже ваше решение. Все находят разные решения. В Швеции очень распространено, с 60-х годов, такое понимание, как конфеты в субботу. То есть сидят только по субботу. Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это один из выходов. Это может быть одним решением. Сынок или дочка. Вот как будет суббота, я не уверена, что это правильное решение. Но надо любым способом найти те способы, которые работают для вас, для вашей семьи. Родственники, друзья, садик, школа. Вот это вот сложно. Я считаю, что это самое-самое сложное. Потому что, опять же, мы пришли на день рождения. Естественно, я не пришла со своим ланчбоксом. Сынок, вот ты здесь морковку, а другие там шоколадку, или печенье. Ну, конечно, нет. Поэтому надо здесь говорить о том, что договориться и договариваться со своими друзьями, со своими родственниками. Давайте вот в этот раз мы альтернативу предложим. И лучше всего дадим мясные шарики, фрикадельки, голубцы, что угодно, что дети любят. Знаете, у меня тут старший, он любит креветки. Обожает креветки. Так мы ему на день рождения делаем торт из креветок. Серьезно. Средний мы делаем из сыра и хлебцов. Их любят. Ну, младший муж уже там с ягодками, он любит со сливками. И каждый раз я ему готовлю торт из тех продуктов, которые он не любит. Естественно, креветки у нас не каждый день и далеко не каждую неделю. Но это наш способ найти то, что работает для нас. Итак, вот система образования, государственный уровень, СМИ, естественно, должно быть популяризация. Должны говорить о том, что такое сахар. И я считаю, я считаю, что на этом уровне должен быть А, запрет. Я считаю, что должен быть запрет на соки в садиках в школе. Их там, им там не место, их там не должно быть. И второй инструмент. Почему бы не сделать знак качества, знак соответствия, когда вы идете в ресторан и смотрите детское меню. Ланя была в детском кафе. Я была с моей семьей, в детском кафе. Смотрю детское меню. Вы знаете, что это? Там два блюда. Первое макароны с сыром, второе картошка фри с фрикадельными. Ну, это же замечательно. Детское кафе. Детское меню в центре Москвы, в хорошем красивом парке. Ну, это же просто недопустимо в наш век. Ну, это нельзя. Поэтому почему бы не придумать знак, которым мы, рестораны, садики и так далее, могут руководствоваться, которые соответствуют качеству сбалансированного питания, которым надо было бы в помощь. Так вот, я считаю, что именно этим должно заниматься государство. И именно это мы должны учить в садике и в школе. Это совершенно просто можно сделать следующим инструментом. В этой тарелке очень широко распространен в Швеции. Безусловно, присутствуют и во всех других странах. Об этом можно и нужно говорить гораздо больше. Потому что это очень простой и очень наглядный пример, как должна выглядеть наша тарелка. Так вот, опять же, возвращаясь к тому детскому меню в этом детском кафе, там как-то вот одна часть не присутствовала. Почему-то ее там не было. И я хочу, чтобы мои дети, я их учу к тому, чтобы они сами спрашивали, а мама, а вот либо мои помидоры, либо огурцы, что угодно, что им нравится. Мы должны знать визуально, что там чего-то не хватает. И вот этому, я считаю, надо учить. И этому надо учить гораздо-гораздо раньше. Ни в школе, ни в четвертом, ни в пятом классе. Боже мой! Моему младшему сыну три года. Все понимает. Все понимает. На днях мы были на пробном уроке в футбольном клубе. Прекрасная организация. Замечательно все. Презентация нам рассказывает, детям нравится, все здорово. И они говорят, ну вот, вы можете еще приобрести два бесплатных, два урока, вы покупаете, и вы знаете, мы вам в подарок дали два урока английского языка. Так вот детям три, четыре, пять лет. Все замечательно. Но английский мне нужен. Так что связано с спортом? Питание. Почему бы не поговорить про питание? Что именно связано с спортом? Хочу также рассказать про ситуацию, я вам рассказала, про день рождения, про футбольный клуб. Недавно были у кардиологов с младшим сыном. Врач, серьезный. Обычный осмотр, по окончанию осмотра. Врач говорит, а вы знаете, вот, малыш, ты был таким вот молодцом, ты уже молодец, наверное, ты заслужил. Мороженое. Говорит врач. Абсурд, нет? Вот мне кажется, абсолютно абсурд. И еще. Не знаю, кто из вас сталкивался, может быть, вы видите, но с этим я сталкиваюсь уже несколько раз в последнее время. В парках, в аэропортах, в общественных местах ходят люди, одетые, как белая корова или там желтый мишка. И что делают? Раздают конфеты. Моим детям. И не обращаются ко мне, как мать. А говорят, ты хочешь попробовать? Я считаю, что это надо запретить, естественно. Это, например, рамки мы что-то дали бы моим детям, сигареты. Или алкоголь, пиво. Но никто же не раздает пиво в сад. Это парк. Парк рядом с детской площадкой. Как мы можем это допускать? И кто будет это запрещать? Почему это не запрещено? Мы должны, как родители, сказать нет. Так вот, я считаю, надо сказать, нет сахара. Естественно, еще раз, это надо делать. Это надо делать. И все должны найти свой путь. Все должны найти свои рамки, в которых вы готовы жить и в которых вы готовы принимать, которые для вас приемлемы. Но есть определенный уровень, где сахару нет места. И это как раз соки в детских садах. Это как раз дни рождения, на которых мы приходим. Давайте, там будет что-то еще, не только. Конечно, я считаю, что надо учить правильное питание. И не в школе, а уже в садиках. Расскажу вам тоже пример. Дети. Они ходят в садик в Швеции, где мы проводим лето. Сыну полтора года. Первые три дня родители проводят с детьми в садике. Для того, чтобы ребенок акклиматизировался, скажем так. Вот мы садимся за стол. Обед. Ему полтора года. На стол, в стол ставят. Картофель и пюре, если они шиваются. Ну, была рыба. Несколько разных салатов. То есть там была кукуруза, были огурцы и были помидоры. Пододвигают эту миску к нему. И говорят, бери. Я, естественно, начинаю, как такая заботливая мама. Нет, давайте я помогу, он же не умеет. Так вот они говорят, так он научится. И вот в полтора года он берет сам. И это не только его моторика и физическое движение, что я сам взяла. Я несу ответственность за сколько я взяла и положила на мою тарелку. Я задумываюсь над тем, нравится мне это или нет. Вот эту самостоятельность надо этому учить. И этому можно и нужно учить гораздо раньше садик. И опять же, я считаю, что обязательно, вот это же так просто создать знак качества, знак соответствия, который нам будет в помощь. В садиках, в ресторанах, в тех же детских кафе, детских меню. Где мы можем руководство сказать, это сбалансированное питание или нет. Спасибо за ваше внимание.